Галина Александровна слегка тугоуха, но даже она по ночам слышит какое-то шуршание. Иногда трещнет как-нибудь. Ну, первое время вроде не обращала внимания. А потом, ну не так часто, но было. Думаю, да чего я буду слушать, шишок что ли тут. Ушла в другую комнату спать. Шишок в народе домовой, и он ни при чём. Оказалось, что трещит наружная стена. Если приглядеться, вокруг окна Галины Александровны мелкие трещины. Само окно лопнуло в нескольких местах. Такое бывает, когда фундамент проседает из-за влаги, а её здесь предостаточно. По словам жителей, вода в подвале стояла с весны и всё лето. Откачивать её стали только после того, как в ситуацию вмешались общественники. Здесь идёт подтопление фундамента. Подтопление идёт фундамента. Блок фундаментный уже начал проседать. Соответственно, пошла деформация следующего за ним бетонного блока. И, соответственно, под тяжестью проседает и непосредственно сама стена. Проседает настолько, что в некоторых местах из стены уже вылетели кирпичи. А ведь на них держится межэтажное перекрытие. В общем, диагноз неутешительный. Дом может рухнуть. Месяц назад жители обратились в организацию ЖКХ «Контроль». Та потребовала от управкомпании принять меры. Кроме того, проинформировала о случившемся государственную жилинспекцию. Но за месяц ситуация не изменилась. Кто-то должен выехать, специалисты, какие-то маячки делать. Ну что-то надо делать. Потому что так вот нереально. Я не знаю. Я вот с двумя детьми. Это очень опасно. Угроза для жизни. Угрозу для жизни уже проглядели в Струнино. В 2011 году там рухнул многоэтажный дом. Погибли ребёнок и 40-летняя женщина. На улице Сакайванцетти два года назад из-за движения стены дома тоже полетела кирпичная кладка. К счастью, во Владимире никто не погиб. Почему за дом на Добросельской переживают только общественники, непонятно. Управкомпания до сих пор не поставила даже маячки, которые дали бы представление о том, насколько быстро увеличиваются трещины. Главный инженер говорит, что сделает это только после праздника. А по поводу стены... Дом разрушается изнутри, потому что в подвал попадает вода. Одна из причин наверняка вот в этой дырке. Она прямо в отмостке. Сделал её подрядчик управкомпании, когда менял трубу. Здесь проводились работы. Ввод меняли управляющие компании. Подрядом зато меняли до колодца. Буквально, может, месяц назад. И за месяц, конечно, не нашлось времени заделать дырку в отмостке. Понадобилось вмешательство общественников и приезд телевидения. Кстати, капремонт дома планировался только в 2043 году. Теперь, конечно, этот срок будет приближен. Ремонт фасада здесь возможен текущий, по текущему ремонту, за счёт средств, которые платят жители ежемесячно непосредственно за содержание текущего ремонта. А ремонт фундамента непосредственно уже за счёт средств фонда капитального ремонта. Потому что работа достаточно дорогостоящая. Самое главное, что здесь необходимо предварительное заключение специалистов о виде капитального ремонта. Какую конкретно работу нужно провести. Просто недостаточно будет замазать, заменить отдельный кирпич. Вызвать этих специалистов обязана управкомпания. Она же должна устранить и выявленные мелкие нарушения. А таковых общественники насчитали больше 20. В противном случае ЖКХ контроль будет добиваться, чтобы директор управкомпании понёс административную ответственность.